Доброго времени суток, дамы и господа. Осталось совсем немножко до старта обновления 10.1.7. Хоть оно и не является грандиозным, новый сезон, новый рейд не стартует, все равно есть чем заняться в этом обновлении. События в открытом мире, достижения различные, Twitch-дропсы на Twitch, не забываем, ссылочка в описании на стрим. Заходим, смотрим, вылутываем. Превосходнейший сет! Окей, море-море реально всего. Различные изменения систем, различные измененные штучки и много разных добавленных вещей. Достижения добавляются. Очень много реально достижений на профессии будет добавлено. 122 штучки, по-моему, примерно так. И каждое достижение, конечно, делается по-своему. Где-то нужно просто что-то скрафтить, где-то нужно что-то там поюзать, где-то можно немножечко что-то прикупить и таким образом просто-напросто сэкономить свое время. И вот именно об этом сегодня мы поговорим. Поговорим о том, сколько вообще голды нужно отдать за то, чтобы получить достижения в профессиях. Я создал некоторые Google-таблицы, в которых превосходнейшим образом все посчитал. И сейчас вам все это продемонстрирую. Перед просмотром таблиц, я думаю, для начала стоит заглянуть на WoWhead и глянуть статью, которая была написана еще в июле. Да, конечно, многие достижения поменялись, но основные остались. К примеру, прокачать все навыки в классике, в БК, ЛК, катаклизме. Да, это можно немножко ускорить. К примеру, накупить руду и руду переплавлять, повышая навык. Но снятие шкур и травничество никак не ускорить. Нужно шкурить животных и собирать траву. Далее, какие у нас есть интересные достижения, например, в кузнечном деле. Создать сульфуронский молот. Далее, создать клинки хакари. Мы знаем, сколько стоит рецепт на клинки хакари. Недавно был об этом видосик. Шестизначная такая циферка. Далее, в ювелирном деле. Создайте или почините все фигурки, которые прописаны в списке. Их много. Далее, тут в кузнечстве разные ачивы. В партняшке есть интересное достижение на создание абсолютно всех рубашек. Рецепты. Некоторые стоят довольно-таки дорого. В горном деле, к примеру, создайте 5 штук, 5 слитков зачарованного элемента. Это те самые легендарные слитки, которые нужны для создания громовой ярости. То есть, там, дропаем рецепт, создаем. В целом-то ничего сложного. И в целом, ачивы, ну, довольно-таки легкие, так если задуматься. Просто нужно заниматься и заниматься профами. Но, опять же, голда будет тратиться. Как на покупку старых реагентов, так и на покупку рецептов. И чтобы вообще понять, стоит ли этим заниматься, может ли вы это осилить, были созданы таблички. Давайте пройдемся по инженерному делу для начала. Что получается вообще, как работает таблица и в чем ее принцип. Скачиваем ее себе на рабочий стол куда-либо. И справа просто-напросто меняем значение реагентов. Прочекали на аукционе, вписали, появилась новая сумма. То есть, таким образом, на ачивы для шейльных очков мы потратим всего лишь 452 золотых монеты. Много это или мало? Да мало, конечно. Далее идем. Легион. Цена большая за счет того, что у нас имеется такой реагент, как закаленное стекло скверны. Если стекло подешевело на аукционе, просто-напросто меняем. И все, конечно же, тоже меняется. Красного обозначил те строки, которые неизменные. Это реагенты, покупающиеся у торговца в новом легионском долларане. Далее пандария. Тратим 10 тысяч. Далее катаклизм. Тратим тоже 10 тысяч. Если, к примеру, искрящийся эфир подорожал, то просто-напросто меняем циферку. И, конечно же, все еще дорожает. Далее. Лич кинг. 14 с половиной тысяч. Если что-то подешевело, то, конечно же, все это меняем. И таким образом циферка всего, она тоже поменяется. К примеру, вот так. Или, к примеру, вот так. Или, к примеру, вот так. Прекрасно. Далее. БК. Это ужас. Это ужас. Это просто ужас. Но что я сделал? Я сделал группу. Нажав на минусик-плюсик, мы сворачиваем-разворачиваем. Суть БК по инженерке заключается в том, что нам нужны рецепты из солнечного колодца. И таким образом, если у нас есть все рецепты, то мы на реагенты потратим всего лишь 89 тысяч. То есть, всего без покупки реагентов. Но если у нас нет рецептов, рецепты дорогие, какие-то 20 тысяч, какие-то 40 тысяч, какие-то 60 тысяч, то мы можем потратить 500-600 тысяч голды. Оно нам нужно? Вопрос. Так же, да, все справа меняем. И, конечно же, от этого меняется всего как с использованием рецептов, так и без использования рецептов. Идем далее. Далее проще уже таблички. Кузнечное дело. Всего без покупки рецептов. И всего, если мы, например, покупаем рецепты. Ну, клинки хакари. Давай вот так снизим. Пускай будет так, чтобы не особо пугать, конечно. Опять же, если что-то поменялось по ценам, то писали, поменяли, увидели. Далее ювелирное дело классик. Это фигурки, статуэтки 4 800, БК 40 тысяч. Корий очень дорогой реагент. Пармить его, ну, на самом деле, идея такая неплохая с целью того, чтобы навариться. Личкинг довольно-таки дешево, да и к тому же статуэток нужно мало. Ювелирное дело катаклизм. Мы чиним статуэтки. То есть сначала мы их должны дропнуть на определенный класс спек, а потом уже сделать просто-напросто квест, сдать реагенты. Довольно-таки тоже дешево получается. Такие таблички пока что. Не знаю, на какие достижения реально стоит еще сделать. Может быть, на партняшку. Но в партняшке все упирается на самом деле реально в рецепты. А вот статейка с инженерными этими очками. То есть за каждое прокрафченное дополнение мы получаем косметику. То есть мы можем просто-напросто трансмогать потом эти очки на любую броню, как я правильно понимаю. Вот такие вот приколы. То есть у этих достижений еще есть, конечно же, небольшая награда, помимо ачивпоинтов. На этом все. Само собой ссылочка на первую таблицу с инженеркой и вторая с кузнечкой-ювелиркой будет в описании. Скачивайте, крутите, изобретайте, проверяйте. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.